Сочные пионы, яркие тюльпаны, нежные розы, цветущая сакура, яблони, сирень. Зал Одинцовского музея наполнен весенними красками и кажется даже благоуханием цветов. Одинцовские художники представили свои работы на традиционной выставке «Дыхание весны». Каждый год авторский коллектив пополняется новыми именами. Что касается работ новых художников, они только в начале пути, поэтому у них еще есть время и посмотреть, как работают другие, совершенствоваться и делать всегда полезное, нужное, приятное для души. Картины этого жанра пишутся именно так, по велению сердца. Свою работу пионы Александр Ивашко писал пастелью. Увидев эти пышные цветы, не смог удержаться даже на отдыхе. Но больше всего любит пейзаж. Свою работу мелодия весны рисовал с натуры. На выставке немало весенних мотивов в разных периодах этого удивительного времени года. Это работа весна, это наша Зутинская трасса, то есть это наши Одинцовские места, это ручеек, который пробивался, это первое состояние, когда уже ушел снег, еще нет зелени свежей, только оголилась потухшая прошлогодняя осенняя листва. Анастасия Артемьева изобразила пограничное состояние природы, переход от зимы к весне. А вот Екатерина Ушанова запечатлела весну во всей ее красе. Буйное цветение сакуры воплотила она пленере в Словакии. Эта работа участвовала в выставке в Словакии, там же в Словакии была выставка заключительная после пленера, словацкая земплина, и вот она участвовала, она там называется ярная эспрессия, то есть весеннее впечатление. Кроме картины на выставке представлены предметы народно-прикладного творчества. Когда-то именно весной мастера показывали свое ремесло, все, что создавалось долгими зимними вечерами. Весной, естественно, все это достается из сундуков, все это украшает дом, все это надевается на себя, выставляется красивая расписная посуда и, конечно, все это тоже везут на первые весенние ярмарки на продажу. Почувствовать дыхание весны в Одинцовском музее могут все желающие до 9 мая. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.